дорогие мои друзья здравствуйте пенсионеры заказывают не только памперсы и урологические прокладки но и конечно же такие вещи как внешний жесткий диск на 2 терабайта сейчас я его вам покажу а это кроссовки ну вот я убрала пленку озоновскую это конечно здорово что они упаковали но вот у внешнего жесткого диска не было указания что ну как бы осторожно товар как бы но нельзя особо его трясти вот так прямо скажем потому что я в принципе беру не дешевые внешние жесткие диски я выбираю все-таки оригинал ну а там уж оригинал это или нет конечно мне трудно оценить поэтому я сужу по отзывам вот и опять же ну можно за две тысячи с лишним там 2 300 купить такой же точно можно за 3000 купить но я вот взяла за 7 с лишним 7 400 что ли я уже точно не помнили 7500 вот на 2 терабайта я уже говорила у меня есть еще два тоже этаж и от ошибок всегда беру внешние жесткие диски почему-то так вот повелось и я не отказываю этой фирме и в общем то как бы мне нравится первый конечно был слабоватый вот ну так по скорости очень медленно грузился и шумный был вот 2 мне очень понравилось на первом кстати у меня 200 гигов еще есть но я почему-то его оставила дома не знаю что-то в этом году у меня в прошлом году у меня получилось так что все пооставляла дома и осталось ни с чем теперь приходится покупать но я в принципе как бы и не знала что мне придется здесь задержаться надолго а вот ну ладно это я ушла от темы и на втором который я с собой забрала внешний жесткий диск у меня конечно памяти уже осталось очень мало ну вообще если судить по упаковке то реально он оригинальный главное чтоб не повредился во время перевозки во время доставки вот я в этот раз я взяла черный вот такой те у меня были белые ну и один только провод в предыдущем у меня два провода для телефона тоже но я думаю что можно воспользоваться если что я так полагаю ну вот такой вот да похоже что оригинальная очень хорошая коробка я сейчас покажу тут старый вот старый у меня коробка ребята раздолбанная страшное дело но если не я ее раздолбала она такая была в жутком состоянии и я до сих пор складываю очень аккуратно вот она какая-то вот коробка вот так все-таки было вот эти вот кроссовки тоже их было очень мало я буквально чуть ли не последнюю пару схватила но бог я конечно очень люблю хорошую обувь потому что мне трудно очень разношить плохо переношу боли поэтому хотелось бы чтобы красоты были хорошими отзывы неплохие буду мерить что-то какие-то они маленькие но если что маме отдам у нее на размер меньше 37 размер а мне вообще хотеть нечего у меня нету летней одежды здесь ну вот слава богу кроссовки появились а то вот я до сих пор в резиновых сапогах хожу в кроксах и и и Отлично! 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 Кроссовки подошли просто идеально! Ну, я не знаю. Я впервые встречаю. Действительно, пять звезд там дали в отзывах этим кроссовкам. И вы знаете, они, похоже, свое оправдывают. 37 размер. Размер в размер идут. Но их быстро разбирают, дорогие мои друзья. Так что поторопитесь. Мне они очень понравились. Немножко запах, конечно, такой какой-то. Ну, это же, в принципе, обувь. Нет, китайским или вьетнамским рынком не пахнет. Но что-то вот такое специфическое. Ребята, красивые, отличные, мягкие. Не тяжелые, не легкие. Отличные. Просто супер! Еще одна посылочка. Мне очень понравилось на клавиатуре делать распаковку. Если я уже давно не играю, значит, можно клавиатуру применить вот таким вот способом. Для небольших посылочек. Огне опасно указано. Ну, в общем, распаковала я посылку. Сейчас покажу, что там есть. Вот такой вот аэрозоль для моих кроссовок. Для Нубука. Для Нубука, для Замши. Для всех видов кожи. Нейтральный, то есть бесцветный. Что мне и надо, потому что, кроме кроссовок, у меня есть еще сумка, которую тоже можно обработать вот этим средством. В общем, крема я покупала вот такого вот производителя. Это ГДР. Там же и произведено. Поэтому, друзья мои, уверены на 100%, что это классное средство. И очень мне нравится, что в обязательном порядке есть перевод на русский язык. То есть продавец с огромным уважением относится к своему покупателю. И вот еще одна посылка. Вот видите, здесь написали. Осторожно, хрупкая. То есть можно же как-то упаковать так, что... Это я говорю о внешнем жестком диске. Его особо трясти нельзя, поэтому я не знаю, как его везли. Как... Там же никто не знает. Ну, видели упаковку. Никто же не знает, что там внутри. Можно было указать, что особо не кантовать. А внутри... Вот такая вот штука. Вот видите, они все-таки проложили. Хоть чуть-чуть. Для того, чтобы не болталось. Коробки внутри. Вот такая вот штуковенция. Это тренажер дыхательный. Для того, чтобы не было застоев в легких. Можно для профилактики. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями легких. И хроническими бронхитами. Ну, вот у меня такое было. Не знаю, как сейчас. Интересно, на русском есть описание или нет. То есть нужно дуть... Вот тут есть мундштук такой. Вот эта трубочка поступает... По этой трубочке поступает воздух в эту емкость. И нужно поднять все три шарика. Тогда легкие будут хорошо работать. Интересно есть. Потому что нужно согласно описанию действовать. Я смотрела отзывы. Ну, в общем-то, я принцип действия этого тренажера понимаю. Поэтому... Да, на вид, конечно, хрупкий. Изготовлен из оргстекла. Ну, вот мундштук вроде бы... И вот эта трубочка плотная такие. Я так понимаю, что нет описания на русском языке. Придется переводить через гугл. Точно ничего нет. А главное... Написано, что действуйте по инструкции строго. Ага. Будем действовать. Обязательно прям. Вот таким образом. Чтоб не болтался мундштук. Можно его поставить. Вот такой стакан. В общем, я сейчас промою все детали. А потом уже буду испытывать его на деле. Ну, я думаю, что будет все нормально. Две подставки. Я думаю, что можно переворачивать. Вот так. Таким образом. Только с какой целью. Ну, вот хорошо бы описание на русском языке было. Ничего не поделаешь. Потому что цифры указаны вот и тут, тут, и снизу, и сверху. Поэтому я поняла, что можно переворачивать. Да и подставочки. Для чего они сделаны. Ну, в общем, хорошая вещь. Были отзывы неплохие. Причем не то, что неплохие, а очень хорошие. Но надо соблюдать инструкции. То есть, как-то каким-то образом на вдохе и выдохе это все делать. В общем, я еще посмотрю перевод. Почитаю повнимательнее. Потому что так же бухты-барахты тоже нельзя делать. Все-таки это легкие. Чтобы они не лопнули. Не дай бог. В общем, забрала я последнюю. Разбирают их. И в этом же магазине, чуть пониже уже я пролистала. Ну, то есть, я смотрела подобные. Там есть выбор, в принципе, вот этих вот тренажеров. Вот. И чуть пониже то же самое. Точно такое же, но уже в два раза дороже. Этот я взяла за 700 с чем-то рублей. Я потом посмотрю. Я напишу в описании, что сколько стоит. Потому что, ну, я не помню на память. Уже в голове каша. Ну, в общем, вот такое приобретение. Это для мамы, для меня тоже, в принципе, как бы полезно. Потому что у меня тоже с легким бывают проблемы. У меня был хронический бронхит. Не знаю, как сейчас. Сейчас как-то получше стало я. Ну, как-то покрепче у меня стали легкие. Немножко натренировала. Видимо, пешими прогулками. Вот. Ну, и пу-пу-пу стала реже болеть. Хотя летом болела. Особенно, когда я приехала из Питера. Ну, это у меня прям тенденция такая выработалась. Как я приезжаю либо в Питере, я заболею. Либо по дороге из Питера. Прям вот сколько раз была, столько раз и болела. Ну, вот и всё, дорогие мои друзья. Попрощаюсь с вами до следующего видео. Пожелаю всем здоровья, всем добра. Ну, и, конечно же, мирного неба над головой. Пока-пока. Продолжение следует...